итак наш шкоди octavia tour у меня двигатель 1.9 tdi но неважно появилась проблема загорается abs было время когда она то загоралась то при движении начинала тухнуть или не загоралась вообще сейчас постоянно горит и не тухнет вот этот знак восклицательный он не появляется сейчас появился потому что наверно потому что я включил подключил диагностику для какой цели значит вася диагност light бесплатный подключил самый простой ккл седьмом значит его можно подключать или так здесь не оба d2 а именно ккл если подключать то можно увидеть что есть проблема датчик частоты вращения переднего левого колеса это очень важно потому что определиться с каким колесом проблема и теперь уже четко на него смотреть то ли проблема с датчиком то ли проблема с проводкой ну и сейчас уже можно смотреть куда сначала прозвонить датчик снять с него фишку фишка прямо на датчике значит датчик прикручивается к левому переднему колесу и прямо фишка снимается прямо прямо с него прямо с колеса без он вообще без провода провод прямо на этот датчик ставится поэтому там нужно зажать не видно как в моем случае там неудобно нажимать но я покажу как проверить сопротивление как проверить сам датчик все покажу расскажу но нужно было определиться какой именно вася диагност помог не ковырять все а сразу здесь вот смотрите показывает ошибка 008 недостоверный сигнал 003 механическое повреждение 012 электрическая но все показывают датчик частоты вращения переднего левого колеса собственно теперь уже понятно где искать и будем решать вопрос с датчиком переднего потому что ну все таки хорошо когда работает абс особенно если вдруг дождь скользкая дорога это играет роль будем решать вопрос забыл сказать что когда вы смотрите коды ошибок нужно смотреть обычно мы все смотрим электроника двигателя а вот заходим сюда в электронику тормозной системы и уже здесь в электронике тормозной системы смотрим коды неисправности и вот здесь показывают датчик вращения переднего колеса потому что если по двигателю там нету этих неисправности поэтому обратите на это внимание ну что ж так как я разобрался что речь идет о левом переднем колесе датчик abs вот он здесь находится я снял для удобства видео снять и в принципе удобней тут в чем именно в моем случае левое переднее колесо для того чтобы снять фишку нужно вот на этот на нажат на вот этот флажок смотрите видите я его нажимаю и вот этот и усик отодвигается чтобы он там может зацепиться его нужно получается надавить вниз чтобы освободить вот это окошко чтобы он не зацепился и надавить вот на этот флажок это неудобно флажок прямо вот там неудобно его нажимать поэтому я так приспособился плоскогубцами вот с этой стороны завел и не с первого раза но все-таки нажал на этот флажок неудобно но это возможно ну и суть в чем что вот здесь есть окисл видите вот на этом левом контакте есть окисл и скорее всего из-за этого значит что нужно раскислитель какой-нибудь ну типа в дэшки в дэшка это неправильный раскислитель но в таких же баллончиках продается раскислитель контактов так и называется и лучше использовать но в принципе пойдет даже в дэшка и несколько раз почистить потому что контакт плохой и там тоже соответственно измерить сопротивление самого ставим на килоом и должно быть сопротивление вот там два контакта устанавливаем датчик щупы тестер может быть любой устанавливайте просто на чтоб можно было померить один килограмм ну тут приблизительно один или один с чем-то килоом попасть одной рукой двумя я попадал и померял и у меня одна целая там два десятых килоома и это нормальная ситуация он и магнитный и тут вот вот если заглянуть вот сюда вот этот датчик на нем на налепилось много металлической стружки сдуть убрать сдуть металлическую стружку не так сильно важно ну можно ну и скорее всего это поможет я так думаю и что еще мы можем измерить вот здесь вот меряем сопротивление оно все-таки должно быть какое-нибудь потому что вдруг обрыв в проводах маловероятно но это теоретически это возможно вот у меня показывает 4 мегаом это много это может быть и обрыв ну смотрите по датчику сейчас мы сейчас я попшикаю какой-нибудь смазкой туда-сюда нужно подвигать чтобы контакт появился и попробовать проехать сразу не перестанет гореть датчик abs он должен там подумать увидеть что все хорошо можно иногда советуют восьмерки покрутить машиной то туда-сюда порулить то сюда тормознуть на песке чтобы он немножко юзом проехал ну и должен включиться дать должен перестать гореть лампочка abs пока горит поэтому ну сейчас вот почищу попшикаю соберу на место и попробую чем все закончится итак у меня сейчас на данкрате стоит я поставил первую передачу включил и в будет включиться одно колесо и что я меряю ставлю на измерение вольтметра я могу померить герцы то есть частоту и могу померять переменное напряжение можно могу постоянно могу переменной но тут он датчик при вращении колеса вырабатывает напряжение хотя говорят около двух вольт у меня реально около 0 3 при переменке 0 2 вольта и ставлю герцы 100 герц там с такой частотой меняется напряжение там датчики такие поэтому датчик подает признаки жизни он магнитный и поэтому вырабатывает напряжение если увеличить скорость может быть больше будет напряжение до двух может быть вольт ну говорят что должно быть около 2 но неважно то есть признаки жизни датчик подает поэтому если мы уберем окисл то скорее всего это поможет но я так думаю что же я продолжаю видео по поиску проблемы как я уже предполагал скорее всего в самом датчике нет проблемы а есть в кабеле и у меня здесь в принципе видите когда-то была стыковка кабеля я думал что может быть вот здесь есть проблема но я был не прав я купил вот такой кабель трекер около 15 долларов стоит вчера заказал сегодня он уже приехал не из китая поэтому смотрите какая ситуация как он работает черный провод цепляется просто на корпус а красный провод я вот сплескал гвоздик для того чтобы застал всунуть сюда в контакт и красный провод на на гвоздик значит смотрите вот я обсовываю вот с собой вот в этот контакт и провожу значит он здесь включается здесь так код код включается и когда нажимается я нажимаю и он горит сейчас немножко добавлю звука чувствительность смотрите веду вдоль провода и он гудит 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 дальше гудит 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 все равно гудит 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 и дальше уходит так получается с этим проводом все нормально переключаю на провод 2 тоже проверяем все и тут его уже нет до сюда идет тут еще есть тут еще есть здесь уже то есть вот где-то в этом месте есть проблема нашел либо это самостоятельно не знаю но вот с помощью такого кабель трекера мне нужен такой прибор я работаю много с электрикой электроникой кабелями и в общем-то была у меня мысль такая ну вот посмотрел в интернете самый дешевый вариант самый дешевый какой в природе есть и мне очень помог теперь значит смотрю если скрыть резиночку эту то можно посмотреть какой цвет получается смотрите у меня здесь один один черный один белый там выглядит из под резиночки белый ну и если посмотреть то на эту сторону на эту сторону выходит белый и вот я даже смотрите вот я так если перегибаю туда же вижу где перегибаются на стыке вот здесь вот немножко перегибается белый провод здесь его нужно пропаять как это сделать сейчас попытаюсь резиночку эту поднять почищу пшикну какой-то смазочкой чтобы она поднялась и пропаяю здесь кабель и будет нам счастье то есть смотрите найти проблему можно здесь надо отключить вот он моргает тон контакт это видимо когда просто прозвонка вот это выключение это на контакт первый раз пользуюсь поэтому сложный вопрос это я подмотал кабель для прозвонки интернет кабеля ну вот такой кабель трекер хороший вариант он идет в таком чехольчике очень удобно мне понравилось и я сразу смог найти проблему очень доволен и если бы вы это сделали на и сто посмотрели поскольку какой бы у вас был ценник поэтому есть смысл приобретать и что я сейчас сделаю просто зачищу пропаяю и все самостоятельно своими инструментами ну вот немножко докупить можно у вас будет теперь в хозяйстве хороший инструмент можно конечно было попробовать иголочками ну тут же как попасть иголкой сюда или сюда иголочками прозванивать прокалывать но это надо вскрывать надо было здесь вскрыть я бы понял что отсюда до сюда порыв где он а тут я прямо сразу определял определил что он здесь повторяйте это это несложно ну вот так у меня получилось допаять получилось что нужно еще переходной и кусок провода я взял просто какой-то проводок дополнительные облудил потому что в стык не получалось там еще она немножко как бы раскислился кабели и пришлось добавить вот этот который оставался здесь был слишком короткими я там только капельку получилось хорошим появником прямо вот такой взял по яму слабым слабым вряд ли это получится такой и туда прямо канифоль и капнул запаялась капелькой как-то и теперь надел кембрик и сейчас натянут сюда кембрик термоусадочные и вот в таком состоянии она уже теперь будет не фонтан конечно теперь если это все одеть она закроет но во всяком случае теперь есть контакт был устранен порыв и теперь как бы abs будет работать понятно что здесь она может снова оборваться но тогда придется где-то найти новую фишку и вот как здесь видимо это уже проблема не первая как здесь вот так вот можно допаяться ну здесь выдержала сейчас проверю было 4 мегома и когда я проверял скорее всего это обрыв сейчас проверю сколько сейчас ну и теперь прозваниваю снова этим же кабель трекером идёт дальше и уходит туда то есть это прозванивается переключаю на другой тоже полностью по мегомом ничего не поменялось тоже остались мегом и нормально это или нет я не знаю но вот по по прохождению здесь до кузова все нормально вряд ли она в двух местах сразу порвалась поэтому сейчас соединяю все на место будем проверять чем все закончилось включаем начинаем езду потому что при включении скорее всего сразу ничего не поменяется система abs должна протестировать все так получилось что я не мог защелкнуть потому что вот эта фишка была здесь снаружи не хватало кабел ташона такое не вставляется когда все на место поставил все отлично и вот здесь вот от вот такой вибрации вот вот такой здесь сломалась сломается ли она еще конечно сломается но со временем вот все я думаю что на этот ремонт будет закончен посмотрим чем все закончится и я покажу пропал ли значок abs но я думаю что то через несколько сот метров проеханных ну что же поездил я и все равно не решилась проблема с датчиком abs я здесь пропаял сейчас я покажу что идет сигнал и вот здесь начинает затухать может быть это из-за вот этой штуки а нет здесь вот где-то обрыв почему я так говорю потому что дальше я вот чтобы до него добраться снял воздушный фильтр здесь стоял нижний ниц воздушного фильтра и тут очень неудобно вот это вот блок абы вот 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 посредине кабель я туда сейчас попытаюсь достать нажимаю а не жужжить вот тут вот так вот какой же кабель вот тут который идет крючком вот этот вот этот вот этот посредине на него нажимаю проверку практически никакого сигнала. почему я об этом говорю? потому что если я подключаю к другому проводу то там тоже свистит. а это значит что есть еще один. вот такая ситуация. представляете окислился контакт. оборвался один провод. вот здесь. и обрыв еще вот здесь. все это очень печально и жестоко. однако придется вскрывать вот в этом месте и решать проблему с обрывом. пробовал сбрасывать ошибку. ошибка переднего левого датчика. сбрасываю. она снова сразу появляется. потом на ходу попытался проверить. действительно левый передний не показывает никакой скорости вообще. все остальные три колеса скорость показывают. поэтому тут можно таким образом тоже проверять. а значит нужно вскрывать вот здесь. мне и ну и это тоже тот же провод как и был в прошлый раз. почему один и тот же провод. но видимо этот провод он более слабый. получается это белый черный. он такой более жесткий и крепкий. а белый не такой жесткий. и провода в нем такие более мягкие. ну и вот там сейчас буду как-то не знаю как его оттуда вытаскивать. буду сейчас отсоединять все. и пробовать достать. там его сюда и не вытащишь. даже не знаю что делать. тут он в пайке. но не в пайке, а в резине. все не хорошо. но придется что-то делать. что же добрался до этого участка. спустил. очень было непросто. кабель к этому носику приклеен. и очень непросто было. пришлось вот так вот заворачивать. и маленькая отверточка. и туда вырезать. ну вот видите тут капля клея была. и она с отверточкой с этой стороны проходит. между кабелем. а здесь нет. и вот по краю чуть 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 чуть. значит как вытащить эти заглушки. легче вытаскивается заглушка. вот именно тормозной трубки. она больше вытаскивается. и потом пальцем сюда засунул. и помог вытолкнуть эту заглушку. и потом уже отверточкой с этой стороны поддевал. это возможно. а вот зачистить было сложно. с помощью кабель трекера подсоединил красный кабель. черный корпус. ведем и проверяем в каком месте начинает затухать. получается ну вот где-то в этом месте как раз здесь заканчивался вот этот хобот. вот здесь он стоял. и вот в этом месте сейчас буду разрезать. и смотреть что я могу сделать с кабелем. зачищаю. потихонечку срезаю резину. оголяю провода. и смотрю где нужно пропаяться. ну что же сейчас я хочу показать что решил проблему несколькими способами. непросто было. значит смотрите вот я сейчас показываю коды неисправностей. это я зашел и очистил и неисправности не найдем. значит проблема в чем. я сейчас катну назад. и вот здесь назад. заходил я вот здесь электрико-тормозной системы. когда захожу и потом заходил в коды неисправности. вот здесь были неисправность левый передний датчик. нажимаю очистить. а он все равно выпадает ошибка. то есть он его конкретно не видел. и все равно выпадает. там их не было несколько три ошибки. но одна все время все равно оставалась. после последней варианта ремонта теперь он уже его видит и неисправности не найдены. что было сделано. сейчас все покажу. много чего. значит ситуация какая. пришлось поменять кабель. я поставил обыкновенный кабель. сейчас подпаиваюсь. почему? кабель который стоял. вот здесь я нашел еще один обрыв. то есть был обрыв здесь. обрыв вот здесь. и когда я этот обрыв нашел и потянул за белый провод. он еще в одном месте отломал. прямо кусок провода выскочил в руки. то есть и еще один обрыв здесь. хотел спаять старый. а он настолько окислился. что уже даже не лудится. и невозможно к нему припаяться. а вот выше кусок я немножко обрезал обрезал. и вот выше кусок облудился. и к нему можно припаяться. я поэтому решил вот эту часть кабеля поменять. поменять на обыкновенный подходящий. где-то кусок кабеля нашел. обыкновенного. электрического. не специального. по диаметру нашел. значит единственное что со старого кабеля сорвал вот эту. вот эту штуку. вот эти штучки тоже. они приклеены все были. сорвать было непросто. но сорвал. поэтому обращайте на это внимание. они тоже нужны. но это не помогло. вставляю. подпаялся. вставляю. и все равно не видит. и вот оказалось что нужно было зачистить контакт. там контакты не на фишке. а внутри два контакта. я их раскислителями залил. и все равно вставляю фишку. замеряю здесь сопротивление. должно быть 1,2 кОм. соединяю фишку. меряю. ничего нет. уже и так и сяк. но пришлось взять инструмент. вот у меня такие анатомические пинцеты. и вот просто всунул туда и процарапывал. зачищал контакты. то есть только так зачистил. не с первого раза. потому что просто вот фишку вставляю. вытаскиваю. вставляю. там они вроде бы должны были начистить контакт. не получилось. пришлось вот механически продирать контакт. и контакт появился. меряю здесь 1,2 кОм. включил проверку компьютерную. и все. теперь коды неисправности не появляются. а это значит что он его увидел. ну собственно и все. значит теперь что нужно сделать. собираю все в обратной последовательности. кембрики. изоленты. сейчас буду изолировать. в этом месте буду заливать силиконом. черным автомобильным. чтобы немножко более плотновато держалась. не телепал. здесь буду ставить термоусадочную трубку. изолировать изолентой. и термоусадочную трубку. но внутри термоусадочной трубкой. вот эту. но внутрь термоусадочной трубкой буду клей заливать. У меня есть специальный клей для термоусадочных трубок. Можно обыкновенный из термопистолета сюда залить и термоусадкой прихватить. Это клей. температура оправления немножко выше. обматывается и потом при нагревании он расплавляется. вот и весь ремонт. смотрите обратите внимание на несколько вариантов не только датчик но и проблема в кабеле. честно говоря если бы я сразу обратил внимание на эти контакты может быть кабель еще на последнем издыхании. но работал бы. я его начал тянуть и он пообламывался скорее всего. тут уже такой вопрос. зато я теперь его полностью заменю и у меня будет кабель как новый. повторяйте самостоятельно это сделать возможно.